Всем привет, друзья! С вами Болторез и мы продолжаем проходить Life is Strange. Первая часть, первый эпизод. Мы пришли в общагу за флешкой. Наш друг ждет нас уже на парковке. Давайте. Пиздец, конечно. Просто дойти до комнаты и забери флешку у Уоррена. А что здесь в общаге за пиздец происходит? Такое ощущение, что это общага какая-то заброшенная. Так, комната Макс. Отлично. Вот наша комната. Открываем дверь. Одноглазый медведь ждет нас. Какая-то, блядь, потыканная гитара. Дом, милый дом. Люблю свой кокон. Так, где флешка? DVD, растения. Растения полить можно? Давайте сделаем это. Да, ты пить хочешь. Я худшая в мире, мама. Вот, попей. Это действие будет иметь последствия. Нихуя себе. Даже полив растений на что-то будет влиять. Неожиданно. Так, ну флешка, наверное, где-то здесь должна быть. Макс и Хлоя. Лучшие подруги навеки. Кто-нибудь до сих пор так говорит? Когда-нибудь мне придется позвонить Хлое и выслушать все, что она скажет. Чем дольше тянешь, тем хуже будет тупица. Нет, флешки здесь нет. Стереосистема. Так, кровать, плюшевый мишка, фотографии. Довольно много фотографий. Книга, гитара, одежда, печеньки. Так, печеньки давайте-ка. Круто, что мама прислала мне огромную коробку кокосовых печенек на день рождения. И засунула в нее подарочный сертификат на 200 долларов. Она знает, как сделать грустный день рождения веселым. Так, ну здесь, скорее всего, не будет тоже флешки. Ну давайте посмотрим вообще, что у нас тут. Трудно поверить, что мне уже 18. Повезло, что родители не позволили мне забросить фотографию. С днем рождения, Максим. О, Максим это, видимо, полное имя. Мы никогда не забудем день твоего рождения и твою первую улыбку. Это была любовь с первого взгляда. Сегодня твой праздник. Мы по тебе скучаем, но также и гордимся тем, что ты идешь за своей мечтой. Мы любим тебя, твоей мама и папа. Целуем, обнимаем. Так, все понятно. У нас есть мама, папа, они нас любят. Все замечательно. Где флешка? Что за записка, блядь? Что это такое? Похоже, Дана оставила мне записку. Ну и что она гласит? Привет, детка. Я позаинстал твою... Ох ты, блядь. Твою флешку, чтобы посмотреть киношку, пока занимаюсь уроками. Если она тебе вдруг понадобится, приходи в мою комнату. Чемоки, чемоки. Так, значит, еще раз. Кто это? Прекрасно, теперь мне придется переться к Дане. Ага, Дана. Не забыть бы. Хрен тебе, на ней выйти, Дана. Либо скажешь правду, либо сгниешь там. Так, ну прекрасно, мы уже знаем, где Дана, где комната ее. Вот вам и Блэкллский королевы драмы, что? Подними трубку. Эй, Джульетт, что за хуйня здесь происходит? Эй, Джульетт, все все cool? О, да, Макс. Да, Макс. Меня заперла Дану в комнате, потому что у нас все нормально. Ну и что она сделала? За что ты это? А чего она не делала? Дана занималась виртом с моим парнем. Ау, чш. Как ты узнала? Эм, а какое тебе вообще дело? Зачем ты спрашиваешь? Ты всегда молчишь и тупо залипаешь в свою камеру. Именно поэтому я с тобой и говорю. Какая у меня фамилия? Ой, сейчас по-любому опять придется время отматывать. А может, слушайте, мы угадаем. Джульетт Мэйсон. Джульетт Олсон. Уотсон. Пэтсон. Джульетт... Ну давайте пусть она будет Мэйсон. Джульетт Мэйсон. Жалкая попытка. Спасибо за беспокойство, Макс Колфилд. И, кстати говоря, я Джульетт Уотсон. Блядь, вот хотел же Уотсон. Хорошо. Нажимаем на Ctrl. Эй, Джульетт, все нормально. Блядь, ну почему с самого начала? Давайте мы это все дело сейчас пропустим. Джульетт Уотсон, будь добрее. Я большина. Вот уж не думала, что ты знаешь, как меня зовут. Ну, конечно же знаю. Спасибо. Я заперла Дану, потому что думала, что она занимается виртом своим парнем. Просто не верится. Разве Дана на такое способна? Нихуя себе у нас подруги какие. По словам Виктории, Дана пойдет на все, лишь бы сходить с ним в кино. По словам Виктории... Она видела их переписку, а теперь Закари не отвечает на мои звонки. Когда Дана признает, это она может идти. Макс, клянусь, я ничего не делал, но я уверена, что в этом замешана Виктория. У нее в комнате должны быть доказательства. Ух, блядь. Какие здесь страсти. Так, комната Виктория. Так, а что это, блядь, за доски? Что тут вообще? Комната 217. Ни под каким предлогом я не соглашусь с ними зайти. Почему? Комната Виктории. Так, Джульетта. Тейлор. Охренеть, тут общага, тут у каждого своя комната. Так, это что? Кусок говна нарисованного. Что это такое? Ну, это уже совсем жестоко и тупо. Комната Виктории. Прекрасно. Проникаем. Нам нужны доказательства. Так, что это такое? Какой-то журналчик. Фуф. Но она хотя бы не боится выставлять свои работы. Не то, что я. Уважаемая мисс Чейс, спасибо, что прислали галереи Крофт свои работы. К сожалению, они не вписываются в наш формат. Мы ценим ваши усилия и желаем вам успеха в будущих начинаниях. С наилучшими пожеланиями, Аманда Крофт, директор галереи Крофт, Юджин Ригон. Угу. Тоже тут фоточки, камеры. Ух, блядь, сколько у нее камер. У нее и правда есть полупрофессиональная камера с шикарным широкоугольным объективом. Ненавижу тебя, Виктория. Да хуй ненавижу, возьми себе камеру. Тут вон три аж. Планшет. По-любому что-то в планшете есть. Она собирается купить 3D принтер? Может мне и правда следует прикрутить ее с битой? Охуеть, она там покупает себе фотоаппарат за 5300. Сейчас еще купит себе 3D принтер за 3600. Ебать, у них там, блядь, бабла. Ноутбук, вот. 100% инфа здесь. Очень мило, Виктория. И кто, блин, вообще считает, что я хипстер? Вот так. Бум. Надо показать Джульетта это письмо. Побыстрее его распечатаю и смойсь отсюда. Так, а что в письме? Сучку прижали. От Виктории и Чейз. К Тейлор. Тейлор. Мне жаль тебе об этом сообщать, но я только что нагрел Джульетты Дану. А нужно было всего лишь ничего. Сказать Джульетту, что я видела интимную переписку с Зако с Даной. Эта ослица тут же мне поверила и теперь устраивает разборки в общаге. Сама виновата. Нечего было зариться на Зака. Что же, Данны? Да всем на нее насрать. Можешь готовить попкорн, зверилище знатное. Чемавки. Вот сука мерзкая, да? Так, а как мы это распечатаем? Ага, вижу. Так. Объявление всклинуть. Блядь. Ага, вот он где. Распечаточка. Так, берем все это дело. Надеюсь, это подтвердит невинность. Невиновность, блядь. А я думал, сейчас Викторию встретим. Хорошо, что этого не произошло. Джульетт Уотсон. Посмотри-ка, что я тебе тут принесла. Ну, конечно. Давай, иди извиняйся перед Данной. Я дура, прости меня, Дана. Ты вправду дура. Я очень надеюсь. Что, ты действительно думал, что я к Заку полезла? Нет. Ну, от ревности башка пошла вообще кругом. Ужин за мой счет. А ты еще не будешь стирать? Что? Спасибо тебе, Макс. Ты прямо блэклэлдские ниндзя. А теперь посмотрим, что Зак скажет по поводу Виктории. Ты освободила меня. Спасибо. Флешка Уоррена у меня на столе. Так, ребята, значит, мы тут разрулили ситуацию. Ну, страсти тут, конечно, крепят. Осталось совсем немного. Просто забери флешку и встреться с Уорреном. Где? Тест на беременность. Ах ты, потаскуха. Ах ты, Макс, это мое. Спасибо. Ты ничем не помогаешь, только нос не в свое дело суешь. Тебе лучше уйти. Что ты там истеришь, блядь? Залетела уже, да? Молодец, Макс. Ты обидела ее тем, что вносила нос не в свое дело. Но я могу перемотать время и все изменить. Нет, ребят, мы такой хуйней заниматься не будем. Мы будем время перематывать только в крайнем случае, когда без этого невозможно пройти дальше. Ну, вот как в случае в туалете. А так все, что мы делаем, мы... Мы делаем, в общем. Взглянуть. Давайте вообще, кстати, здесь... Я же сказала, уйди! Давайте нахуй сейчас есть все тут посмотрим. Что-то она какие-то секретики, наверное, хранит. Так, ноутбук. Что у нас тут? Макс, перестань. Больше тут слухов нет, Макс. Так что ступай. Ну, хер с тобой. Ты такая же заноза, катись отсюда. Да где флешка? Ты мне отдай флешку-то, блядь. Вот, блядь, охуевшая подруга. Где? Ебучая флешка. Что это такое? У меня такое ощущение, что нам нужно с ней поговорить. Больше тут слухов нет, Макс. Так что ступай. Замечательно. Теперь дано еще больше нервничает. А мы взяли флешку-то или нет? Что я не пойму, блядь. Блядь. Где флешка? Нет, ребят, походу нам придется отматывать время. Походу придется отмотать... Подождите, вот же... Вот, вот же флешка-то. Макс, перестань. В смысле перестань? Это моя флешка. Пиздец, ладно. Отматываем время, пробуем. Теперь я могу взять флешку? Блядь, ну давайте, я не знаю, еще дальше отмотаем. Вот там, докуда можно. Да, вот она тут у нас обиделась. Ага. Все понятно. Берем сначала флешку. Мы должны оберегать нашу прелесть, чтобы она не попала в лапу Макс. Что ты несешь? Так, можно флешкой что использовать? Ну, конечно, вот такой популярный черлидерша, когда она миллион друзей на Фейсбук. Прикольно вот так взять и взглянуть на социальный мир данных. А еще, Макс, это ужасно неправильно. Так, ну я уже понял, ребята. Я уже понял, зачем нам и когда можно использовать перемотку времени. Видимо, мы будем все-таки часто этим пользоваться. Что это такое? Это одновременно и печально, и убого. Да, она из меня плохой писака, но я не могу молчать. Не обижайся. Не обижайся навсегда. Я знаю, что веду себя со всеми как наглый качок. Но я никогда не вел себя так с тобой. Ты заслуживаешь лучшего. Сама знаешь, как я струсил. Если тебе нужны деньги, дай мне знать. Целую, Логан. Ага, а вот теперь нам все становится понятно. Значит, она залетела от этого качка. И он сливается. Классная была бы наклейка. Не будет на ней слов. Ну, в таком случае тест на беременность мы уже брать не будем, потому что мы и так знаем, в чем там дело. Книга о материнстве. Вот, пожалуйста. Черт, да она и правда тянула все одна. Как стать лучшей мамой для ребенка? Доктор Билл, телеведущий, национальный бестселлер. Так, ну ладно, это не наше дело. Наше дело идти на парковку. Так, Уоррен нам что-то написал. Давайте посмотрим. Так. Я не против ждать вечно. Мне очень нравится эта парковка. Могу сосчитать на ней все машины. Чем дольше я печатаю смс, тем дольше буду идти. Уже бегу. Пока. Так. У нас уже там заждались. Выходим. Где парковочка, мы уже знаем. Поэтому сейчас быстренько... Да нахуй! Ай, больно! Черт. Не стоит отмотать время. Зачем? Зачем ему отматывать время? Ты что, ебанутая? Так, подождите. Виктория что-то нам написала. Привет, шлюшка. Надеюсь, тебе понравилось то фото. Оно было последним в твоей жизни. А я могу как-нибудь ответить, нет? Хер с тобой. Так, пройти к парковке. Не думай, что я слепой. Я вижу все, что происходит в Блэпиле. Понимаешь, о чем я? Нет. Оставьте меня не в покое. Че-то какой-то этот охранник вообще охуевший просто в край. Меня не обманешь. Я все знаю об этой школе. Это я здесь прикрываю тылы. Так что тебе лучше определиться на чьей-то стороне. Пожалуйста, оставьте меня в покое. А нахуй мы вас сфотографировали? Это у нас какой-то прикол? Все подряд фототеу фотографов. Надеюсь, тебе понравилось шоу. Большое спасибо, Макс. Черт, надо было заступиться за Кейт. Этот козел переходит все границы. Вообще-то, вообще-то, у меня доказательства имеются. Еще я недовольная, блядь. Ой, ну хорошо, она хоть сама пошла на парковку. Черт, надо было что-то сделать. Этот мужик тут еще засранец. Походу, вот эта девушка, она пропала совсем недавно. Так, ну там Джульет, конечно, да, расстроена. Пропала недавно, потому что кругом вот эти везде плакаты висят. Я думаю, если бы она пропала год назад, то уже бы этих объявлений не было. Так, Уоррен, держи флешку. Вот твоя флешка, спасибо. Вроде он говорил, что будет как крутой парень. Что-то я крутизны не вижу. Зацени мою новую тачку. Блядь, это что за АК? 78-го года выпуска. Один есть в Нюберге, всего 60 миль. Ты родился в эту эпоху, Уоррен. Как, собственно, и я. Ты в порядке? Пиздецки странный выдался денек. Черт, эта Виктория так и не удалила твою фотографию на Фейсбук. Поступок истинной стервы. Да, чё там говорить, вкуснее вообще. Господи, да ты сегодня мисс чувствительность. Я не стану испытывать твою удачу, Уоррен. Не в настроении. Ты успела заценить фильмы на флешке? Нет, я была занята. Учёбой и жизнью. Чертовка, да, она у тебя целую вечность лежит. Скорее неделю. Но я чекнула в инете все названия. Ха, не забудь посмотреть Холокост Каннибалов. Это уже видела. Меня больше беспокоит куча фильмов про эмо-вампиров. Чувствительный парень не может любить чувствительных вампиров. Но выходит, ты чувствительный. Ауч, звучит ужасно, когда ты это говоришь. Ой, блядь, ну... Что за ебучие разговоры? Вовсе нет, чувствительность хорошо. Хорошо, если ты не тряпка. А так, ты всегда в теме. У тебя острый ум. Спасибо, что заметила, Макс. Правильная девушка именно так и поступит. К слову о теме и скорости, нам правда надо сгонять в кино на моей машине? Но тебе, похоже, сейчас не дают... Да нет, почему? Я не хочу об этом говорить, просто поехали в кино. Сегодня был безумный денек, мне кажется, я схожу с ума. Иногда я бываю вредным, но зато умею слушать. Уоррен, это должно остаться между нами. Так, сейчас мы расскажем наш секретик. Не наезжай, Макс, давай, выкладывай. Сегодня в классе мистера Джефферсона со мной произошло нечто странное. В смысле, моя жизнь меняется? Тебе когда-нибудь снились настолько реальные сны, что кажется, будто ты попал в кино? Макс Колфилд, верно? Ты в группе задротов-фотографов? Джефферсон. Я одна из его учениц. Да поебать вообще, я знаю, что ты любишь делать фотографии, особенно когда прячешься в туалете. Живо расскажи мне то, что ты рассказала ректору. Я вообще-то сказала ему правду. Я-то меня сукой назвал. Давайте будем смелы. Я рассказала ему правду, что видела ученика с пистолетом. Нет, ты рассказала ему, что видела меня с пистолетом, а он вызвал меня к себе в кабинет. И что он сделал? Отчитал тебя? Никто, никто не смеет меня отчитывать. Но все пытаются, они пытаются. Тебе нужно с кем-нибудь поговорить, Нейтан. Не копайся у меня в голове! Я за это плачу другим людям. Лучше побеспокойся о себе, Макс Колфилд. Ну, пошел бы ты нахуй отсюда, Нейтан Прескотт. Ты что, указываешь мне? Чувак, отстань от нее. Вот так вот сразу в ебальничек получил. Эй, не трогай его! Никто не смеет мне указывать, ни родители, ни ректор, ни шлюха, спрятавшись в туалете. Отпусти меня живо! Господи, боже мой, я чуть машину не задавила. Макс? Хлоя? Да ну нахер, снова ты? Так это была Хлоя в туалете, что ли? Макс, запрыгивай! Живо, уходи из машины, гребаная неформалка! Даже не пытайтесь бежать! Никто не смеет связываться со мной, никто! И охранник прибежал. Черт, Нейтан Прескотт больной и опасный. Этот день никогда не закончится. Большое тебе спасибо, Хлоя. Прошло уже пять лет, а ты все та же, Макс. Не делай это виноватое лицо, хотя бы притворись, что рада меня видеть. Я и правда рада тебя видеть. Не да, спасибо, Хлоя. Как же я тебя, кстати, встретила. Да, денек выдался тот еще. Так чего этот выродок хотел от тебя? Надеюсь, ничего. Откуда ты знаешь Нейтана? Он всего лишь один из немногих козлов в Аркадии. Ты ему другу... Уоррен? Да, я его должница. Ты одна в долгах, две неприятности ты уже достаточно получила. Я думаю, что здесь будет спокойно. Как странно было вернуться. Я так понимаю, Сейтл? Полный отстой? Да, я бы так не сказала. Город будто создан для людей искусства. Он большой и светлый. Много отличных видов. Да, должно быть тяжело возвращаться в захолустье вроде Аркадии. Оно того стоило. Да, брось. Ты вернулась сюда ради Академии Блэкл. Ну, естественно. Это одна из лучших в стране программ по курсу фотографии. А еще здесь мой любимый учитель Марк Джефферсон. Значит, ты вернулась в Аркадию ради учителя, а не лучшей подруги. Ты до сих пор не веришь, что я рада тебя видеть? Нет, ты без меня была счастлива. У меня новозанка или даже смс за пять лет. Ну, на самом деле, я Хлою понимаю. Что это, блядь, за подруга, которая не звонила, не писала? Ну что, надо попросить прощения. Ну, вы знаете, было тяжело, когда я уехала. Тебе-то откуда знать? Тебя здесь не было. Я же не заставила родителей переехать, чтобы испортить тебе жизнь, Хлоя. Ты в Блэквилле уже месяц, но так и не связалась со мной. Этим все сказано. Я хотела сначала обустроиться, чтобы не быть похожей на застенчивую задротку. Я бы обязательно тебе позвонила. Уверена, перед мистером Джефферсоном ты так не оправдываешься, Макс. И передо мной не стоит. Не, Хлоя здесь полностью права. Пусть она дрочит эту Макс. Нельзя так поступать. Сломалась. Твою ж овсянку. Ну, давненько я такого не слышала. Мало что изменилось, даже что моя камера серьезно пострадала. Блядь, а я вообще такого нахуй не слышал, овсянка. У моего мудоочего полный дом инструментов. Мне нужны особенные крошечные инструменты. Ну ты и задротка. Гороочего полностью укомплектован. А инструмент у него и вправду крошечный. С возвращением, Макс. Заходи, не стесняйся. Дом до сих пор выглядит славно. Дом хренов дом. Ну и свинарник, конечно, здесь. Моя комната немного изменилась с твоего последнего визита. Ничего для отдыха в самый раз. Это не совсем моя зона отдыха. Фашист, чем он об этом позаботился? Вруби музыку, а я пока немного курну. Ну давайте, давайте врубим музло. Так, стереосистема. Без электричества работать не будет. Блядь, Макс, ну возьми ты и включи. Ага, вот вижу. Так. Хьюстон, у нас есть электричество. Но нам все еще нужно найти диск. Блядь, и у этой тоже объявление пропажи. Почему у нее целая стопка такая? Так, листок, телевизор, коробка с фотографиями. Так, может быть вот здесь? Блин, я ведь помню этот стол. Мы потратили целый день, чтобы перекрасить его в синий. Так, ты откроешь сегодня, нет? Что это такое? Раньше мы рисовали такие классные рисунки. В ролях Хлои Макс, девчонка-убийца. Где нам найти диск? А, ну вот же полка с дисками, правильно? Почему-то она не подсвечивается. Коробка. Что там в коробке, давайте посмотрим. А вот и диск. Один-единственный. Там какие-то деньги, что ли? Эй, дай! Извини, я не хотела лезть, я не в свое дело. Видимо, вы были хорошими подругами. Это еще мягко сказано. Мы сегодня музыку-то будем включать, нет? Это Рэйчел Эмбер. Объявления о ее розыске, развешенные по всему Блэквиллу. Ага. Да, это я их развесила. Она была моим агентом. Когда отец погиб, а ты уехала, я чувствовала себя брошенной. Рэйчел меня спасла. Так, ну теперь все становится на свои места. Прости, я не знала. Да, ты не старалась узнать. Мне было 14, мы были лучшими подругами. Я никогда о тебе не забывала. Ой, Макс! Все с тобой ясно, блядь. Значит, Рэйчел заняла мое место. Я рада, что она за тобой присматривала. Рэйчел меня поддерживала. Мы собирались перевернуть весь мир. Ты удивишься, насколько мы были разными. Она хотела стать звездой. Она выглядит как модель. Таков и был ее план. Наш план. Свалить из этого захолустья в Лос-Анджелес. И что произошло? Твои друзья, мама, попытались остановить вас? Моя мама была занята, трахаясь с говносержантом. Любишь ты его. Так когда Рэйчел пропала? Полгода назад. Мы просто уехали из Аркадии, не бросив ни слова, но бросив меня. Откуда ты знаешь? С чего ты это вообще взяла? Может, она просто начала жизнь с чистого листа? В отличие от тебя, она бы мне сказала, ясно? С ней что-то случилось. Я тебе верю. Просто пытаюсь собрать пазл. Перед уходом она сказала, что встретила человека, который изменил ее жизнь. А потом испарилась. И с тех пор ты о ней ничего не слышала? Ты, мой отец, Рэйчел, все дорогие мне люди бросают меня. Может, включишь музыку? Можешь поставить музыку сейчас? Ну, она, наверное, влюбилась. Влюбилась, вышла замуж и, собственно, забила хуй на подругу, на друзей. Такое, ребят, бывает сплошь и рядом. К слову, там куча инструментов в гараже. Хлоя, ты в порядке? Конечно, все просто прекрасно. Мне лишь нужно немного дунуть и побыть одной. В чемодане. Прекрасный набор. Набор студента. Набор для отдыха. Не стоит тревожить, Хлоя. Сейчас мне нужно найти инструменты. Хорошо, хорошо. Отправляемся в гараж. Только у меня большие сомнения по поводу того, что мы можем самостоятельно отремонтировать фотоаппарат. Что это за бред? Мне поддается, кто-то закрыл дверь с той стороны. Так, наверное, нам надо выйти на улицу? Нет. Блядь, что ты делаешь? И случайно на контрол нажал. Так, Кейт. Это было не круто, Макс. Могла бы и помочь. Извини, Кейт, я струсила. Так, выйди отсюда. В последний раз я была здесь пять лет назад. Окажется, буду целую вечность. Давайте мы послушаем, что здесь такое. Хлоя, если ты слушаешь, а Питер рассказал, что видел тебя на той свалке, когда проезжал Нима. Я же приказал. Сказал тебе держаться подальше от этого места. Оно опасно. Ты понятия не имеешь, какие мрази там ошиваются. Держись оттуда подальше. Угу. Хлоя у нас шарится по помойке, все понятно. А нужны мне инструменты должны быть здесь. Какие инструменты тебе нужны? У тебя камера расхуячена. Отчим Хлои начальник охраны Блэквилла. Он хочет расставить камеры наблюдения по всей школе. Не слишком ли это? Ах, вот это что за дрянь. Понятно. Все понятно. Значит, это охранник, это отчим нашей подруги, бывшей подруги Хлои. Отчим Хлои тот самый козел из Блэквилла. Да вы должны быть издеваетесь. Да-да-да, это он самый. Так вот, возвращаясь к починке фотоаппарата. Макс действительно думает, что мы починимся, блядь, не знаю, с помощью молотка и гвоздей. Потому что вообще детали, скорее всего, какие-то надо заменять. Эти инструменты слишком большие, а мне для камеры нужны маленькие. Ну, блядь, ну будет у тебя маленькая отверточка, и хер ли ты ей сделаешь? О-о-о. А вот это хороший стеллаж. А как его открыть можно? Хм, одного пистолета не хватает. Надеюсь, отчим Хлои не носит его с собой. Я бы тут, блядь, взял вот этот шестизарядничек. Тут уже и пострелял туда. Так, вон я вижу инструменты. Бинго, маленькие отвертки. Только я не могу их достать. Так, стиральная машина. Нам нужна... Нам нужна какая-то табуретка. Табуретки я никакой не вижу, не вижу никакого стула. Возможно, мы включим стиральную машину. Она зашатается, да. И оттуда сейчас свалится все нахер. Гениально, тупица. Теперь мне их никак не достать. Так, выключим. Давайте электричество в пустую гонять не будем. Что значит никак не достать? Под это уже инструменты упали, и мне теперь их никак не достать. Ага, видимо, это подсказка, что никак не достать. Значит, мы должны отмотать время. Хорошо. Еще разочек отмотаем. До того момента, как мы включили стиралку. Нам нужно что-то, наверное... Блядь, я не знаю, подставить. Во! Точно, подтолкнуть. Все. Замечательно. Теперь включаем. И вытягиваем. Да! Безумные навыки, Макс. И как мне теперь заняться подчинкой камеры? Вот мы нашли инструмент. Что дальше? Ноутбук. А пароль-то нет. Ладно, нади инструмент, он мне все равно не поможет. Да мы уже нашли инструменты. Макс, ты что? Ой, там какие-то документы лежат, ребята. Давайте-ка мы нахуй посмотрим. Что за документы у нас здесь? Наверняка что-то интересное. Черт! Вот я неряха. Это действие будет иметь последствия. Так. Что такое? Тут взглянем. Кейт Марш? Зачем ему нужны ее фотографии? Так, это уже совсем странно. Да он, по-моему, ебанутый этот охранник. Этот отчим. Смотрите, он фотоет эту девочку. Он, наверное, что-то хочет с ней сделать. Кейт Марш. Она что-то знает. Так, хорошо. Запасы еды только посмотрите. Тут еды, наверное, на сотню лет хватит. Автомобиль. Вот только зацените эту тачиму. Должен быть, отчим Хлоэ тащится с машины. Так, трофей. Наверняка, блядь, купленный на распродаже. С понтом я охотник. Так, что в этом шкафчике у нас есть? Телевизор. Это действие будет иметь последствия. Карта какая-то. Ну-ка, что это такое? Ничего себе, карта Академии Блэквилл. Зачем она ему? Так, вот он здесь отметил кругляшками. Камеры. Место для камер. Расположение камер, да. Телевизор давайте включим. Что за... О чем Хлоэ установил камеры наблюдения в доме? Серьезно? У него явно проблемы с доверием. Хотя Хлоэ и Джуис вообще знают об этом. Ну да, странновато. Так, а отсюда как-нибудь выйти в этом можем? Нет? Хорошо. Камеру. Камеру. Макс, ты будешь чинить или нет? Может, как-то через ТАП нам нужно это сделать? Так, смс от мамы. С днем рождения, Максин. Мы до сих пор не можем поверить, что прошло уже 18 лет с тех пор, как ты родилась. Макс, мне на электронную почту пришло письмо от вашего ректора. Это правда, что ты сочиняла небылицы о почетном студенте Блэквилла? Ректор написал, что строить ложное обвинение это очень плохо. И он волнуется, что ты так поступаешь. Позвони мне, поговорим об этом, мама. Ох ты, блядь, ректор, вот ты пидорас. Ах ты ж лысая скотина. Надо было ему спиздеть, да и все. Вот говори людям после этого правду. Что это такое? Пивко кто-то разлил. А я помню это пятно. Мы слоя прокинули бутылку вина, Джойс. Долго оттирали. Нам только не сошло. Нам тогда таких пиздюлей дали. А нет, все-таки он не на распродаже купил голову оленя. Так, открыть. Чувствуется, как осень сменяет лето. Ну вот, присядем, покачаемся, отдохнем. Подышим свежим воздухом. Чем бы ты хотела заняться, когда позрослею? Макс, я уже взрослая. А ты? Вот бы я путешествовал. Это было бы так круто исследовать мир. Далеко-далеко отсюда. И от меня далеко? Ну, спасибо тебе, чудиха. Конечно, я бы взяла тебя с собой. Для наших приключений нужен телохранитель. Я бы была Ларой Крофт, только в реале. Вот это было бы круто. Так, ладно, ребята, мы это дело все пропускаем. Это воспоминания. Это нам пока не нужно. Все, что нам нужно, разобраться, что теперь делать с этими отвертками. У меня есть два варианта. Либо мы должны найти еще какой-то инструмент. И она уже начнет ремонтировать камеру. Либо мы должны сделать какое-то действие, чтобы начать ремонтировать эту камеру. Давайте посмотрим через таб. Так, это у нас все тут записульки. Здесь ничего нету. Так, это наши все знакомые. Это тоже не то. Так, это, блядь, эпизод. У нас какой-то инвентарь есть? Или нет? Чтобы я, допустим, мог использовать вот эти вот инструменты. Вроде как здесь мы все облазили. Давайте попробуем вернуться к Хлое. Так, баночка, ну-ка. Что там у нас? Денюшки. Эх, я бы тоже съездила в Париж. Джойс до сих пор работает с закусочной два кита. Лучше бургера. Надо бы урвать один. Подняться наверх. Так, пойдемте, значит, к нашей подруге. Давайте заходим. Может быть, она поможет нам с камерой? Хлоя! Нашла инструменты? Потрясно. Можешь попробовать починить камеры на моем столе. Так, отлично. Отлично. Мы все правильно сделали. Ну как? Я никак не могу ее починить. Блядь, ну это ж логично. У тебя камера упала, расхуярилась, а ты хотела маленькими отвертками ее починить. Ты че, угораешь, что ли? Ах, ты ж мымра. Чертова карма. Да вы прикалываетесь? Этот мудак повсюду. Погоди-ка, что-то знакомое. Да ну нахер, когда ты это сделал? Ты сделает это фото, пизда. Сегодня в школьном туалете ты врубила пожарную тревогу. Именно поэтому Нейтан напал на тебя на парковке. Все сходится. Да ты мне жизнь спасла. Скажи мне правду, Макс. Эм, я уже один раз сказала правду. Матери написали, так что нет, меня там не было. Да брось. Даже пять лет спустя я могу распознать твою ложь. Ну ладно, да. Это я была, Шерлок. Это охренеть как круто. Да, я чуть не обмочилась, когда увидела Пуфку. Так ты меня узнала? Я была не уверена. Ну да, если бы мы узнали, Хлоя ему бы сказала, Хлоя, Хлоя, так-то это какая-то девушка была. К тому же я испугалась. Я тебя не видю, Макс. Ну, ты была права. Тот выдался еще денек. Тогда, должно быть, ты слышала наш разговор. Ну, вообще-то не совсем, но суть я уловила. Нейтан возмущался там про какие-то наркотики. Ну ладно, я слышала что-то о деньгах, наркотиках и все. И самый главный вопрос. Ты рассказывала кому-нибудь об этом? Да. Но я ж не знала, что это Хлоя. Конечно, но это была чертова пушка. Трусливая мразь. Она и вправду испугалась. Кому ты про это рассказала? Ректору. Но, похоже, он мне не поверил. Ректору? Тебе что, двенадцать? Этого пьяница заботит только деньги для Блэквола. Но теперь я буду знать, что ему нельзя доверять. Я тебе ни слова не сказал, а клянусь. Слава богу. Однажды я тебе все расскажу, Макс. Я у тебя в долгу. Я помню, что в том месяце у тебя был день рождения. Это камера моего родного отца. Я хочу, чтобы ты ее взяла. Как круто, что ты вспомнила про мой день рождения, но я не могу ее взять. Конечно, можешь. Отец бы разозлился, если бы ей так не воспользовались, а ты точно найдешь ей применение. Эту фотку я возьму в честь возрождения нашей дружбы. Да, конечно, спасибо тебе. Камера потрясная. Ну, раз вся такая сопливая лубы день позади, пришло время... Разнесем все херам. Ты ненормальная. Да-да, я ебанутая на голову. Давай потанцуем. Потряси своей тощей попкой. Иди сфоткай меня новой камерой. Так, ну давайте сфотографируем ее. На доску почета в школе повесим. Сделать фото. Охуенная песня. Что, не умеешь танцевать, хипушка? Давай, жди подруга. Да, забудь обо всем, Макс. Хлоя, ты наверху? Ё, вырубай, вырубай. Сколько раз я тебе говорил, не включай свою панковскую дрянь. Чувак, музыка даже не врублена. Мудак. Я поднимаюсь, нам прицелит серьезный разговор. Ну, охренеть, тебе нужно спрятаться, и сейчас же отчим меня убьет, если увидит тебя. Хлоя, что ты там делаешь? Прошу, открой дверь. Успокойся, я переодеваюсь, ясно? Макс, спрячься где-нибудь, быстрее. Блядь, ну давайте шкаф. Да сейчас, сейчас. Хлоя, ты оттягиваешь момент. Я переодеваюсь, дай мне минутку. Ёп твою мать. Хлоя, ты такая засранка, у тебя здесь все валится. Под кровать, под кровать надо лезть. Да ёп твою мать, я заблудился. Кровать, спрятаться. Я не ребенок, под кровать не спрячусь, где бы еще? Блядь, я даже не знаю, слушай, где теперь можно спрятаться. Ну все пиздец, ребята. Черт. Что тут делаешь? А что она тут делает? Он твоего ума делая, я недолюблю ее незнакомцы в твоем доме. Хватит меститься, она не чужая, она моя подруга. Великолепно. Еще одна твоя подруга. Я приказал тебе никогда не трогать мои документы. Но тебе плевать. Не трогай твои документы, Дэвид. Мне насрать на них. Ты опять нарываешься на скандал, Хлоя. Сколько можно? Один из моих пистолетов пропал. Это ты истощила его? О боже, не брала я твой сраный пистолет, ведь знаю, что я уважаю закон о ношении оружия. Что, это травка? Ты здесь опять кайф ловила? Ну конечно, пушки, наркотики, да ты упор. Я устал от твоего неуважения. Говори правду, это приказ. Это не мой косяк, его Макс принесла. Это правда? Хлоя-то охуела, что ли? Нет. Да ну нахуй, это твой косячок. Ну конечно нет. Хлоя разбирается во всяком дерьме, так? Вот почему она зовет тебя хорошей подругой. Почему тебе не перестать меня донимать? Хватит вмещать свою пыл на школьница. А ты еще не видела меня в гневе, ты... Иди в пизду, свинья! Я... Слушай, ты сама напросилась. Ты прекрасно знаешь, что делаешь. Держись от Хлои подальше, для своего же блага. Она неудачница, которая затащит тебя на дно. Займись лучше уроками. Слушай сюда, Дэвид. У меня есть вещественная доказательство того, что ты угрожал Кейт. О чем это ты? Ты прекрасно понимаешь, о чем я. Ты возомнилась, я слишком умный и крутой. Этот номер не пройдет. Да и приберись уже, наконец. Прости меня, Хлоя, я не знала, что делать. Насрать. Все меня кидают, даже лучшая подруга. Макс. Не так ли? Как меня все в этом городе достали? Да лучше бы я вообще тебя не видела. Тебе же плевать. Поскорей бы свалить. Так, ну все, ребят, возвращаемся в общагу. Делай домашнее задание. Готовиться к следующему. Да я очень грубо обошелся с Хлоя. Что если бы я заступил из-за нее? Ну что, друзья, подписывайтесь на канал, комментируйте, ставьте лайки. До встречи в следующей серии. Всем пока.